можно останавливаться можно давайте я с вами пробегу да ладно спасибо большое а он горит но горит 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 а какая ваша миссия есть у вас миссия я видел я встретил уже трех человек нет вы первая меня илья очень приятно а им из россии великий новгород 14 мая почти месяц уже вяжем эстафетный век с факелом как символ мира дружбы международная эстафета которая с 87 года по многим странам мира путешествует сейчас в Монголии два месяца финиш у нас 7 июля в Вангадере бежим через города деревни все со спортсменами нас встречают вот проводим такие встречи а чтобы к вам присоединиться что для этого надо ну вот вы уже присоединились нет а чтобы вот одеть вашу форму взять в руки факел и полноценно пробежать определенное расстояние вы можете пробежать полноценно да с факелом с факелом и прямо сейчас ну вы уже видите если есть зажигалка можем зажигать попробовать ой нету нету в общем мир во всем мире да все же об этом факел как символ мира огонь да и люди когда берут факел в руки они мечтают о мире потому что глубоко в душе каждый человек добр хочет мира вот так вы тоже хотите да что да я хочу чтоб люди добрые были по отношению друг к другу и отменили чтоб границы границ чтоб не было все мы были равны в общем на этом отрезке я должен вас покинуть потому что я не такой заряженный как вы а вам желаю всего хорошего спасибо вы people fire в общем дул сильный ветер вы наверное не услышали в общем бегут люди эстафета у них один за другим я их встретил уже трех сейчас остановился ну надо снять женщина вот бежит они бегут за мир во всем мире огонь это признак дружбы народов так что вот как то так удалось мне с ними пробежать даже дали мне визитку визиточку дали а а тут все на тут на английском а здесь на монгольском потому что кто ждет в монголии русского который побежит вместе с человеком будет интересоваться его подвигами его вообще миссией его пробежки в общем как то так это было желаю удачи бегунам ну и все я поехал дальше так идем еще на одну достопримечательность почему я всегда говорю идем потому что вы то смотрите а я иду я иду я иду я иду еще на одну достопримечательность находится она на вершине холма здесь установлен столик а вот там словно могилка какая-то но это не она сейчас подойдем ближе я заметил вообще у азиатского населения есть такая традиция возможно на святых местах для них почитаемых ставить что-то в виде изваяния балок и это все ленточками в общем завязывать ленточки вокруг всего тут натянута нитка еще к одному столбу и тоже на ней ленточки в общем ладно а мы идем наверх дует ветрюка в общем нахожусь я на вершине в общем этого холма и здесь установлены большие я не знаю гранитные что ли камни раз два три четыре и самый большой по центру и знаете что на нем установлена шапка я так понимаю шапка может это даже царская корона какая-нибудь что-то она означает не могу нет интернета не могу все это перевести к сожалению Алтайн Мактал красивый камень очень красивый камень с разноцветными горами наверху нарисовано здесь везде надписи на москольском уже русскими буквами что меня здесь поразило что меня здесь поразило это то что в воду этого большого камня почему-то вот такие вот знаки странные странные знаки как-то сочетаются вместе с монгольской культурой я не представляю не знаю но их здесь очень много этот древний булыжник наверное на нем еще видны какие-то рисунки были отколот от какой-то цельной плиты и установлен здесь местные кладут сюда денюжки видно какой-то есть обычай традиция здесь вот видите скорее всего это местный напиток какой-то и пища наверное как бы подают в отношения в отношения либо богам либо кому-то точно не могу сказать не принимайте мою информацию я сам говорю то что вижу и то что сам думаю дует сильнейший ветер я иду к машине и еду вот в том направлении понятно инспектора вы берете взятки скажите чтоб нас не останавливали остановился на таком прекрасном месте за моей спиной деревня бумбегер бумбегер да здесь пасутся кони лошадки нашел практически ровное место чтобы наслаждаться этим видом закатом солнцем всем доброе утро такой у меня вид сегодня с утра опять дует ветер оба вот там установлено может быть подойдем туда каждую ночь точнее дует сильный ветер погода меняется ухудшается ночью становится холоднее а с утра выходит солнце но ветер все равно не стихает сейчас я спрятался за такой холм здесь ветра не так много так что буду сейчас умываться кушать на многих возвышениях есть данное сооружение оно называется оба куча груда насыпь переводится место в культуре монголов бурят тувинцев хакасов и других тюрко-монгольских народов центральной азии в традиционной форме представляют собой кучу из камней или деревья украшенные ленточками и флажками располагаются у дорог на горных перевалах на вершинах у озер оршанов на берегах рек встречаются как одиночные оба так и группы оба место поклонения местным духом родовым или территориальным то есть хозяевам данной местности хозяева оба это духи умерших шаманов предков или божества небесного происхождения наиболее распространенный обряд поклонения обрызгивания пространства вокруг оба молочной архи или обычной водкой подношения в виде камней ленточек из ткани флажков монет конфет сладости еды и тому подобное в монголии и бурятии принято обходить вокруг оба три раза по направлению часовой стрелки культ оба возник у ранних кочевников и связан с шаманизмом во время распространения буддизма отмечались случаи уничтожения оба ламами постепенно были включены в буддийскую обрядность в функциональном плане сблизившись с субурганами с субурганами с субурганами считается что оба создает погоду отвечает за урожай здоровье благополучие не пускает людей на гору широкое распространение придорожные оба у которых путешественники оставляют подношения на добрую дорогу в общем вот так хотел рассказать кто не знал но я думаю многие встречали такие моменты когда двигались по дороге в общем въехал я в город Улан-Хонгар и где-то до Улан-Батра мне еще километров 600 и сейчас я зашел на рынок потому что очень интересно стало сколько здесь что стоит сейчас пойдем зайдем посмотрим возможно одежду ну короче товары которые здесь продают